МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашей информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника вас познакомят наши корреспонденты и я, Александр Базаров. Сегодня в программе. Школьные годы чудесные. Чем занимался на переменах будущий глава города Чебоксары? Новая школа, новый класс, новая страна. У учеников 19-й новочебоксарской школы появилась новая одноклассница из Луганска. Первым делом самолеты. Будущие летчики из Чувашии принесли присягу в Сызрани. Конечно, сегодня наш выпуск почти полностью посвящен Дню Знаний. И это не случайно. Каждый житель России связан с этим днем. Первый курс, как первый класс, много нового у вас. Доносилось торжественных линеек. На праздники побывали и мои коллеги. 340 первокурсников в этом году начинают свой профессиональный путь в Чебоксарском политехническом институте – филиале университета машиностроения. 113 из них будут учиться на бюджетной основе. 70 баллов – самый высокий проходной балл по физике в этом году в этом учебном заведении. И все специальности, которые здесь вы выбрали, они востребованы на рынке труда. От спроса и предложений на сегодняшний день рынок труда формируется. Буквально мы встречались с нашими крупными предприятиями промышленного комплекса. Они сегодня занимаются поиском высококвалифицированных специалистов. Это инженерно-технические специальности, либо здесь специальности машиностроения, электроэнергетики. Будущим машиностроителям, инженерам, программистам традиционно вручили ключ к знаниям и студенческий билет. Такие же атрибуты нового учебного года получили и студенты ЧГУ имени Ульянова. Этот ключ открывает двери к получению новых знаний и уже от каждого из вас зависят, какими они будут, подчеркнул ректор университета Андрей Александров. 100 тысяч выпускников за 47 лет достижения коллектива ЧГУ. Я всегда мечтал стать программистом, потому что в будущем, я думаю, эти сферы будут бурно развиваться. И вот поэтому решил поступить. Сегодня радостный день, потому что мне предстоит познакомиться с моими одногруппниками. Чебоксарскому техникуму строительства и городского хозяйства в этом году исполняется 88 лет. На торжественной линейке 780 первокурсников, а заявлений было подано 2800. Я выбрал эту профессию, так как она очень перспективна. А техникум тоже является одним из самых лучших в самом городе и даже по Волжье. Он берет практически мировой уровень. Мне нравится это здесь образование. Как строить и жить в 21 веке, подают пример старшекурсники. Этот красивейший сад во дворе техникума они разбили собственными силами. Беседка, фонтан, цветы. Глава республики Михаил Игнатьев не удержался от комплиментов. И подчеркнул, что ситуация со спросом и предложением на рынке труда нашего региона начинает меняться в лучшую сторону. Если даже в этом году возьмем показатели, кто поступил на первый курс, на среднее профессиональное образование в этом году больше 3000 студентов поступили. А взять студентов, перекурсников высшего образования, снижение на 700 мест. Это говорит о том, что на самом деле и родители, и учителя подсказывают выпускникам школ, на что нужно смотреть, на что нужно обращать внимание. Он давно вырос из школьного возраста, но ходить в школу на 1 сентября так и не перестал. Речь о главе города Леониде Черкесове. Вот он звук окончания лета. Впереди учебные будни. Но сегодня у всех хорошее настроение. Родители умиляются по взрослевшим детям. Бывалые школьники рады видеть одноклассников после долгого лета. А первоклассники гордятся своим новым статусом. И не будем мы болтать, чтоб уроки не срывать. 35 минут урок продержаться бы весь друг. Думаю, большинство школьников все же учебе предпочитает каникулы. Однако нашей съемочной группе удалось найти тех, кому, судя по всему, нравится ходить в школу. По той или иной причине. Очень люблю ходить в школу. А почему? Потому что там весело и есть друзья. Учусь писать, узнаю что-то новенькое и играю с Аленой иногда. У меня самый любимый предмет математика, потому что я люблю решать примеры. На перемене я готовлюсь к следующему уроку и играю в догонялки с мальчиками. А скажи, девочек за косички дергаешь? Да. А почему девочек дергаешь за косички? Люблю. Леонид Черкесов честно признался, за косички девочек тоже дергал. И это не единственная шалость, за которую будущему главе столицы Чувашии попадала в школьные годы. Мы в футбол играли, любую возможность старались проводить на свежем воздухе. Науке это само собой мы занимались занятиями. В перерыв мы вольности себе позволяли, могли побегать в классы, в коридоре. Но за это бывало, что жаловались родителям. Чтобы школьная пора нынешних учеников прошла так же беззаботно, каждый год в городе подготовку к новому учебному году начинают задолго до того, как ученики соберут портфели, завяжут банты и оденут форму. Еще в августе глава столицы Чувашии лично объехал с дозором учебные заведения. В этом году, к примеру, в большинстве школ закончили переоборудование столовых. На очереди оснащение спортивных залов и площадок. Эту задачу власти города постараются решить на отлично. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Первый звонок сегодня прозвучал и для 270 украинских беженцев. 25 из них отправились в первый класс. Серьезных вопросов с оформлением документов не возникало. Причем ребятам, которые спаслись от войны, помогали приобрести школьные принадлежности и даже форму. К этой работе подключились и социальные центры, и благотворительные организации, и предприятия. Не исключено, что школам Чувашии еще придется устраивать украинских беженцев. Возможности для этого есть. В городе Спутники сегодня сели за парты 19 ребят, которые переехали в республику из Луганской и Донецкой областей. Причем в учебных заведениях готовы решить вопросы и с переходом на дополнительные образовательные программы, чтобы помочь отстающим ученикам. Опыт у нас есть, разных программ, разного участия. У нас ведь все равно есть лицеи или есть гимназии, которые подтягивают детей. Я не думаю, что для детей возникнут какие-то вопросы. Дети талантливы. И поэтому талантливы во всем. Я думаю, они справятся с теми программами, которые сегодня им предлагаются. Алиса Друзьева переехала в Чувашию из Луганской области. Родители рассчитывают остаться здесь надолго. Свою дочку они уже успели записать не только в научебоксарскую школу номер 19, но и на всевозможные кружки. С семьей, которая начинает жизнь с чистого листа, познакомился мой коллега Дмитрий Ковалев. Еще год назад в Луганске Алиса начала изучать украинский язык. Теперь девочке, которая успела пережить взрывы и минометные обстрелы, предстоит учиться по другой программе. Во втором классе все как в первый раз. На парте рабочие тетради с пока неизвестными словами на чувашском. Но этот язык уверены родители, скоро и для нее станет родным. Алиса всегда была прилежной ученицей, пока же придется привыкать к новой школе и одноклассникам. Вообще, нынешнее 1 сентября – особенный день для всей семьи. Утро началось с того, что дочка проснулась и говорит «Всех с первым сентября! Ура!» А потом такая «Ой, да что-то я очень переживаю, да ну как отнесутся ко мне детки». Но мы настроили ее на позитив, сказали, что все хорошо будет. Новые ученики, знакомство, оно всегда волнительно и переживательно. Но мы с радостью переносим это время. Вместе с Алисой во второй класс 19-й школы Новочебоксарска пришли еще три новых ученика. Причем один из них в Чувашию приехал из Коми. С этого дня дети становятся одной дружной семьей. Ну, мы очень надеемся, что девочки у нас очень дружные. Алису поддержат, помогут влиться наш коллектив. И мальчики тоже. Вот это наша Алиса. Похлопаем ей. К школе родители Алисы подготовились основательно. Тетради, книги и письменные принадлежности приобрели накануне. Хлопоты позади. В ближайшее время необходимо купить только теплые вещи. Пуховики им пришлось оставить дома. Все имущество семьи поместилось в один большой сундук. Мама Алисы успела увезти из Луганска швейную машину. Свободное время она делает вот такие необычные подделки. Феюшка одна из таких первых моих работ. Люблю и думаю ее потом как хранительницу дома. Наверное, оставлю ее. Вот такая девчонка. Это уже не просто хобби. В родном Луганске оригинальные фигурки Юля даже вышивала по заказу. Все закончилось в один миг. Ужасы украинской войны невозможно забыть. От обстрелов они прятались в подвалах. Выбираться из города семье приходилось буквально под пулями. Мы буквально под снарядами. Мы в бой уезжали. Уезжали, когда муж грузил прицеп и пролетал снаряд над головой. Снаряды пролетали над головой, да. Быстренько уехали все. После этого город 1-го май с Луганской области был разрушен. С Божьей помощью нас вынесли на руках. Крым, Ростов, Краснодар за последнее время им пришлось исколесить половину страны. В Чувашии они хотят остаться навсегда. Вместе с Никитой сюда переехал и его отец. Сейчас решается вопрос с переводом бизнеса. Пока же семья проживает на квартире у неравнодушных людей и оплачивает только коммунальные расходы. Здесь есть все самое необходимое. Вообще беженцев удивило, насколько тепло их принимают в регионах России. Нас очень встречают замечательно. Везде добрые, отзывчивые люди, которые помогают чем могут, бескорыстные. Республику они уже полюбили. Правда, пока их пугают низколетящие самолеты и салюты. Когда фейерверки стреляют, дочка спрашивает, мама, это не стреляет? Говорю, нет, дочечка, все тихо, спокойно, здесь не стреляют. А недавно у семьи произошло еще одно радостное событие. Младшая дочка Василиса сделала первые шаги. У них еще все впереди и множество планов. К примеру, Алиса скоро собирается пойти учиться и в местную школу искусств. Родители говорят, что их дочь отлично рисует, а сейчас хочет научиться петь и танцевать. В следующем году хочу на сольферже пойти. Надо жить дальше. Содействие нам оказывается, поэтому нужно работать, трудиться и не падать духом. Все будет хорошо. Дмитрий Ковалев, Эндрис Передонов. Республика. Итоги Дня знаний обсудили сегодня вечером на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. Всего у нас в селе Запарте 124 тысячи учеников, более 170 – дети, вынужденных переселенцев из Украины. Все школы к началу учебного года подготовились, ремонт учебных помещений и спортивных залов завершен. Одновременно начались занятия 76 тысяч студентов вузов и средних специальных учебных заведений. На совещании обсудили и перспективы реализации в Чувашии инвестиционных проектов. На ежегодный конкурс, проводимый Минэкономразвития России специально для поддержки значимых проектов, Чувашия представила 4 заявки. Все они были поддержаны. Таким образом, республика получит субсидии на дальнейшее развитие трех структур. Центра прототипирования, Центра инжиниринга и Центра сертификации стандартизации испытаний. Последний является пилотным проектом не только для Чувашии, но и для всей России. Напомним, Центр сертификации позволит многим организациям и предприятиям не только сократить сроки испытаний продукции, но и снизить расходы на их проведение. Четвертый проект, который получит субсидии из федерального бюджета – индустриальный парк в городе Чебоксары. Эти средства позволят завершить строительство в полном объеме. Всего на эти цели направлены 243 миллиона рублей по проектной документации. Все их мы получаем в этом году. То есть частично мы получили в 2013 году и начали вести уже стройку. И остальная часть – это 137 миллионов – мы получаем в этом году. Подтверждение у нас есть. Значит, ну вот вы видите то, что было раньше. Чистые поли, вот работы идут. Площадка распланирована для развития бизнеса, 10 субъектов мал и среднего бизнеса. Сегодня пять с пятью резидентов мы уже заключили договор. Пять еще находятся в стадии проведения аукцион. То есть заявки есть у нас. По всем названным объектам разработаны концепции, дорожные карты их развития и бизнес-планы. Закупка оборудования будет проходить на конкурсной основе. Не обошлось, к сожалению, 1 сентября и без неприятных сюрпризов. Сегодня днем электронной почтой поступило сообщение о минировании здания Чебоксарского кооперативного института. На место немедленно выехали все экстренные службы города. Территория была оцеплена, заблокирована проезд общественного транспорта. Все люди из здания были эвакуированы. Сотрудники полиции, включая кинологов со специально обученными собаками, проверили все помещения института и прилегающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В 14.40 проверка здания была полностью завершена. Работа образовательного учреждения продолжается в штатном режиме. Сообщение оказалось ложным. Два туристических теплохода сегодня проплыли мимо столицы Чуваши. Чебоксарский речный порт не предоставил им возможность остановиться. Вот как прокомментировали ситуацию в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чуваши. Ситуация началась на сегодня. 30 числа в субботу мы получили информацию о том, что в связи с приостановкой производственной деятельности Чебоксарский речной порт прекращается с 1 сентября прием судов, проходящих мимо города Чебоксары. На что Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской республики обратилось письмом в прокуратуру и Управление федеральной антимонопольной службы, для того, чтобы дать правовую оценку таких действий. В принципе, на сегодняшний день речной порт, согласно договору от 2010 года, должен осуществлять посадку и высадку пассажиров на речном причале в городе Чебоксары. Сегодня в одностороннем порядке речной порт отказался от этих действий. И, в принципе, согласно этих данных, мы обратились в правоохранительный орган, для того, чтобы дать правовую оценку и, в принципе, принять меры к речному порту. Чувашия присоединилась к всероссийской экологической акции «Зеленая Россия». Трудились в самых загрязненных зонах, берегах морей, руслах красивейших горных рек, дивных лесных озерах, превращенных невежественным обывателем в свалки мусора. В этот день действенную любовь к природе доказали представители всех политических, религиозных и социальных течений. В субботнике приняли участие многие жители нашей республики. Чиновники – представители волонтерского центра «Содружества», образовательных учреждений и предприятий. Сотрудники главного управления МЧС России Пучуаши очищали от мусора лесопосадку близ родника на улице Хивежская. Расположенный в низине парк – излюбленное место отдыха чебоксарцев. Но, к сожалению, после посиделок и пикников за собой прибираются не все. В благом общественном начинании приняли участие почти 80 сотрудников и работников Чувашского главка МЧС России. Многие пришли на субботник с детьми, родственниками и друзьями. Сообщаями было собрано более 300 мешков с мусором. К слову, «зеленая акция» прошла не только в столице Чуваши. Свои экологические субботники провели территориальные подразделения МЧС России, расположенные в районах нашей республики. Праздновали сегодня не только в общеобразовательных школах, СУЗах и ВУЗах. День знаний отметили в школе «Самбо-Четро». Поздравить воспитанников приехал и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Десять лет назад два тренера по самбо начали заниматься с ребятами из ближайших учебных заведений. Так началась история школы, которая подарила республике сотни спортсменов. 88 кандидатов в мастера спорта, 19 мастеров спорта и двух мастеров международного класса. И мы будем отметить, что с каждым годом показатели наших ребят, которые занимаются, которые участвуют на разных чемпионатах, показывают хорошие результаты. И я абсолютно уверен в том, что без викили от наших ребят будут чемпионы не только России, не только Европы, не только мира, но и олимпийские чемпионы. Максим Иванов занимается в этой школе с самого открытия. Сегодня он обладает званием мастера спорта международного класса. На его счету победа в юниорском первенстве Европы в 2012 году. А за первое место в первенстве мира по самбо среди юниоров, которое проходило в греческом городе Солоники, сегодня Максиму вручили сертификат на получение квартиры. К первому сентября школа преобразилась. Отремонтировали спортивный зал, раздевалки душевые, куплен спортивный инвентарь, установлена новая вентиляционная система. Для преобразования затратили 4,5 миллиона рублей. Хорошая инфраструктура помогает в реализации основной задачи школы – привлечении детей и подростков к занятиям спортом. Сейчас в школе под руководством 8 наставников тренируется 820 юных самбистов. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Чувашские ребята рвутся в небо. Сызранское высшее военно-авиационное училище летчиков в этом году распахнуло двери перед нашими земляками будущими вертолетчиками. И минувшее воскресенье они приняли присягу на верность родине. С 2008 года руководители Республиканского отделения Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев ежегодно привозят на экскурсию ребят из Чувашии в свою «Альма-Матер». Причем численность групп количественно растет. Начиная с 2008 года, два человека в 2013 году, один человек выпустил в 2013 году, с красным дипломом закончил. И в 2013 же году поступили семеро. А в этом году стало аж 12 человек только на летный факультет поступили. И двое, не пройдя недосмотр, избрали профессию авиационного офицера, и так, будем говорить, избрали техническим. Для курсанта Леонтьева, выпускника 61-й Чебоксарской школы, выбор профессии военного летчика не случайен. Это семейная традиция. Его отец и дед – офицеры. И теперь сын решил пойти по стопам старших. Поэтому, когда организовал Леонтьевич Петрович поездки сюда, в Сызрани, имал участие в каждой из них, в каждый звывал. Он загорелся этим желанием. Сделал все для того, чтобы это было. Возможно, и не позволялся. Вместе с ним поступили и два его друга из той же 61-й Чебоксарской школы. Я говорю, повезло, что у нас вот трое. И мы будем поддерживать связь. С малых лет вместе, до одноклассники, вместе выросли, учились. И они поддерживают здесь друг друга. Мы тоже поддерживаем друг друга там, в Чебоксарах. И будем приезжать и помогать нашим детям. А ведь буквально недавно старейшее Сызранское летное училище чуть было не закрыли, прекратив прием курсантов и поставив под угрозу существование российской вертолетной авиации в целом. К счастью, все вернулось на свои места и заслуженный авторитет училища и престиж летной профессии. Этому поспособствовала работа в регионах по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Если глава республики Николай Васильевич Игнатьев с 13-го года непосредственно начал контролировать, а именно проводимые мероприятия в разных акциях, там, мечник обороны массовой работы, проводя со школьниками работы в рамках патриотического воспитания молодежи и непосредственно использовать поездку-экскурсию в наше училище Сызранское, оно у молодого человека дает возможность формирования выбора дальнейшей специальности. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин